Привет! Сегодня я расскажу вам о прочитанном в ноябре и немножко даже в декабре, так как декабрь уже начался, я прочитала уже несколько книжек за эти несколько дней, и я подумала, что лучше я сейчас по свежим следам расскажу вам обо всем, чем буду откладывать на конец месяца. И начать хочу с электронной книги, так как я про нее попросту забуду иначе. Я прочитала в этом месяце Слава Се и его первую книгу про сантехника, его жену, кота и другие подробности. И поначалу, когда я ее начала читать, это было, наверное, где-то месяц назад, то есть я постепенно, очень по чуть-чуть ее читала, у меня было ощущение, что это просто гениально. Но потом, когда я слишком много подряд читала Слава Се, я понимала, что это уже граничит немножко с идиотизмом, потому что Слава Се очень специфический слог, очень много юмора, в частности черного юмора, очень много странного юмора, но тем не менее это цепляет, если не читать это слишком много и слишком подряд. По сути, это заметки автора из живого журнала, которые оформлены в некую литературную художественную форму. Они довольно забавные, да, они классные, да, у Славы Се определенный талант к юмористическим всяким заметкам, это точно. Но опять же, подряд это читать очень сложно, то есть все сто с лишним заметок прочитать за раз или за несколько дней, я бы точно не советовала. Вот то, что я растянула эту небольшую книгу на полтора месяца, это дало мне удовольствие, потому что я воспринимаю такие вещи только очень дозированно. Но в целом это нечто новое, потому что я такого раньше не видела. Да, я листала в магазинах какие-то жжешные опубликованные заметки, их довольно много, особенно, наверное, они были популярны лет пять назад, но вот такого цепляющего чтива я не находила еще никогда, поэтому Слава Се определенный молодец. Не знаю, буду ли я дальше его читать, потому что вот я металась от мысли, что это просто какой-то идиотизм, до мысли, что это гениально. И так, наверное, и не определилась. Далее я читала Тома Перотту, его оставленных по этой книге, снят сериалы, и сразу скажу, наверное, я не буду его смотреть, я просто не фанат сериалов, а в последнее время у меня вообще нет на них времени, но расскажу вам про книгу. Мне сразу показалось, что эта книга прямо создана для того, чтобы быть многосерийным фильмом. В этой книге есть столько маленьких историй, которые можно развернуть, очень много отдельных сюжетных линий, за которыми интересно следить. Эта книга, наверное, довольно долго у меня шла. Наверное, немножко больше времени я на нее потратила, чем мне бы хотелось. Ее не получилось проглотить сразу, не получилось как-то сразу втянуться в повествование, но тем не менее я понимаю, почему эта история классная, и как я поставила в хэштегах на лайфлибе, это фантастика без фантастики. Сюжет есть достаточно интересный, сама задумка мне очень нравится, что в один прекрасный день с Земли исчезает определенный процент населения, определенный процент популяции, и оставшимся приходится что-то делать, как-то с этим мириться. Кто-то не может прийти в себя и спустя много лет, а кто-то очень быстро возвращается к прежней жизни, и мы следим за целой семьей, как они распавшись, по сути, после вот этого происшествия, которое очень сильно связывает и с какими-то религиозными штуками, что это было некое вознесение, что Бог якобы призвал самых лучших или наоборот самых грешных, к этому так не пришли, к определенному выводу, по какому принципу Бог забирал или там нечто забирало эти души этих людей. Эта книга достаточно темная по своей атмосфере, по своему духу, здесь очень много драмы именно самой такой душевной, самой человеческой, самой глубокой. Но я не скажу, что книгу читать легко, может быть, причина немножко в языке, может быть, это какая-то слишком натянутость повествования, что не можешь слишком долго находиться в этой странной атмосфере будущего, которая, по сути, будущим не является. Здесь все такое же, как сегодня, просто некоторых людей уже с нами нет. Это странно, но это в то же время интересно. Время библиомантов Каймайра, еще одна книга, которой мне не получилось вдохновиться до конца, это точно не моя книга, я знаю, что очень многим на буксюре у нас она нравится, что отзываются о ней исключительно положительно, потому что эта книга про книги, потому что эта книга таит в себе абсолютное волшебство, но для меня это было больше похоже на кавку для детей, если вам нравится нечто вообще не поддающейся логике. Здесь в сторону абсолютно все шаблоны. У нас в головах есть определенные представления, как может идти сюжет и как он не может идти. Это связано прежде всего с особенностями современной массовой культуры, но, наверное, речь немножко не об этом. Каймайра идет абсолютно другим путем. Не скажу, что я фанат такого рода чтения, где я ничего не понимаю, где у меня остается куча вопросов, где я не могу поймать какую-то атмосферу, а для меня это больше авангард на самом деле. Я думаю, мой отзыв кардинально отличается от того, что вы слышали до этого, но это не значит, что это плохая книга или вам она не понравится. Определенно книга найдет своего читателя, и здесь есть такое понятие, как сердечная книга, душевная книга. Это не моя душевная книга, определенно. Для меня она была слишком странной, и слог был слишком сухим и дробленным. Но определенно те достоинства, которые говорят другие блогеры, определенно они в ней есть. И я советую вам сначала послушать всех, потом пойти в магазин и полистать, и уже тогда понять, нужна вам эта книга или нет. Оформление суперское, я не спорю. Но продолжение я читать, наверное, не буду. Еще один немецкий автор, который неожиданно попал ко мне в библиотеку в этом месяце, это Оливер Петч и его книга «Крепость королей». Это первая часть, которая называется «Проклятие». На самом деле это не серия, всего в серии... Оля все-таки сказала, что это серия. Всего в серии две книги, и это одна книга на немецком языке. То есть у нас ее просто разбили, чтобы книга не была в полторы тысячи страниц. А вот эта вот штучка, это здесь порядка 500. Я раньше думала, что жанр исторического детектива совершенно не для меня, что он будет мне неинтересен. Но вот это чтение оказалось на удивление захватывающим. История про подростков, это фактически YA средних веков. Я не думала, что это вообще может быть как-то занимательно. И за два дня можно прочитать 500 страниц этого автора. Я очень рада, что мы с ним увиделись, нас специально собирали, когда Оливер Петч приезжал. Это была потрясающая встреча, и я купила уже себе маленький спойлер к книжным покупкам. Я купила уже себе вторую часть, потому что мне обязательно нужно знать, чем закончится. Я думала даже прийти на эту встречу, не читая книги, потому что я думала, что я это сделать не успею. Но я как села за неё, так и не смогла оторваться. Наверное, это не совсем детектив привычного понимания этого слова. Детективом книга названа исключительно для того, чтобы дать вам какие-то жанровые ориентиры. Но я думаю, что это приключенческая проза. И несмотря на то, что здесь нет каких-то особенных событий, события сами по себе разворачиваются очень динамично, как это ни парадоксально. В общем, читать, читать, читать определённо тот автор, с которым я познакомилась случайно, но с которым я точно буду знакомиться дальше. Ещё одна потрясающая книжка. Барбара Шер. Её третья книга в моей коллекции. Отказываюсь выбирать. Опять же, вы, наверное, уже очень много слышали об этой книге за прошедшее время. От других блогеров. Но я хочу ставить свои пять копеек. Эта книга действительно дала мне некие ориентиры и понимание того, кто я есть, чем я являюсь. Барбара Шер изначально показалась мне писателем, который очень тонко и чутко понимает именно меня. И я думаю, Барбара Шер, наверное, нашла во мне идеального читателя. В своей первой книге она помогла мне понять очень многие вещи. И я хочу, наверное, в следующем году перечитать эту книгу, наверное, вместе с перечитыванием Гарри Поттера. Я буду перечитывать и Барбара Шер. Вторая часть показалась мне не очень релевантной, но тоже очень интересной. Не очень релевантной, потому что эта книга предназначалась для тех, кто не знает, о чём мечтать, не знает, что ему интересно. И третья книга, она очень специфическая. Она очень для узкой аудитории. Она не подойдёт всем. Но мне она подошла идеально. Это книга про сканеров. Сканеры — это люди, которым интересно всё. Существуют очень разные виды сканеров, и Барбара, в частности, описывает их в своей книге. Я читала про всех сканеров, потому что мне было интересно читать про всех сканеров. Кто знает вообще, что такое сканеры, или читала книгу Барбара Шер, поймёт, почему я сейчас улыбаюсь. Потому что это типичная привычка сканера — изучать всё, что ему нравится. Сканеры — это люди, которым очень много чего нравится. Они не могут иногда определиться со своей профессией из-за этого. Они не могут понять, в чём их призвание. И они всё время пытаются как-то ориентироваться на общество, которое им говорит, что вот, ты должен выбрать что-то одно. Барбара Шер говорит о том, что не нужно ничего выбирать. И мне особенно понравились части, где она рассказывает, кем можно работать тому или иному типу сканера. Конечно, не все профессии адекватно отражаются у нас в России. То есть не все их у нас можно найти или зарабатывать достаточно средств, чтобы содержать семью. Но, тем не менее, это первый и единственный раз, когда я увидела, что человек действительно даёт советы. А кем ты можешь работать, если тебе столько всего интересно? И эти советы очень классные. Так что однозначный плюс от меня этой книги, и мы идём дальше. «Семь медведей и гномов» и «Нашествие принцесс» — это новая книга Эмиля Браво, которую я прочитала, наверное, минут за 20. Но она мне понравилась ещё больше, чем две предыдущие. А я не знаю уже, куда больше можно наслаждаться подобного рода чтением. Здесь картинки, здесь юмор. Эта книга не только для детей, но и для взрослых. Я бы даже сказала, что эта книга прямо для меня. Здесь соединены две истории. По сути, это две книги под одной обложкой. И это делает покупку этой книги особенно выгодной. К сожалению, я не попала на саму встречу с Эмилем Браво. Он приезжал в Россию, он был в Москве, он был в Санкт-Петербурге. Но я очень рада, что хотя бы новая его книга у меня есть. Я знаю, есть ещё одна книга, выпущенная другим издательством этого же автора. И надеюсь её заполучить хотя... Книжные покупки, книжные... Всё, всё, всё. Перечитывала Гарри Поттера я в ноябре месяце. На этот раз я взялась за вторую часть. Гарри Поттер и Тайная комната. И, боже мой, мне так хотелось Гарри Поттера читать. И когда я закончила, я начала пересматривать все фильмы. Мы с сестрой каждую неделю садились перед большим экраном и пересматривали Гарри Поттера дальше и дальше и дальше. Мне хотелось взяться сразу за Узника Аскабана после перепрочтения Тайной комнаты. Но я понимала, что у меня столько ещё непрочитанных книг, которые ждут в своей очереди, что просто не могла себе этого позволить. Но я надеюсь, что в течение следующего года я буду дальше, дальше перечитывать эту серию. Я даже не буду ничего особенного комментировать. Скажу только про, наверное, язык. Это то, что вам может быть интересно. Я перечитывала в оригинале. Первый раз, когда читала эту часть в оригинале. И скажу, пока язык не усложнился. Говорят, что с течением книг язык становится всё более сложным для понимания. Но мне показалось, что, возможно, эта книга даже чуть легче написана, чем первая. В общем, непонятных слов здесь не было. И если у вас, наверное, уровень 11 класса-начальный курс университета, я думаю, здесь вам большинство слов будет точно понятно. Ну а смысл тем более, особенно если вы уже читали Гарри Поттера. Книга с загадочным названием. Это моя вина и не менее загадочная обложка, но тем не менее с потрясающим содержанием. Я поставила этой книге 4,5 звезды, чего не собиралась делать изначально вообще. Обычно я не ставлю более 4 звезд. Книгам, которые просто направлены на развлечение и разгрузку мозга. Но эта книга, её автор Эмили Локхард, она мне так понравилась. Несмотря на то, что она такая простая, что я не могла удержаться и поставила всё-таки высокую оценку. Если вам нравятся книги про тайные школьные общества, где мало соплей, где есть интересный сюжет, где в начале уже дан конец, но тем не менее от этого не становится неинтересно читать, то обязательно обратите внимание на эту книгу. В ней очень интересная героиня, она очень реалистичная. Я, наверное, впервые вижу такую героиню в такого рода книгах. Героиня действительно признаётся себе во многих не самых красивых мыслях. У неё достаточно интересный взгляд на мир. Здесь очень много интересных социологических исследований. Они прямо вплетены в повествование. И эта книга, она основывается именно на каких-то конкретных научных изысканиях. И это всё делает развлекательную книгу очень классной. Поэтому обязательно обратите на неё внимание. Я думаю, что я куплю себе ещё вторую книгу Эмили Локхард, которая переведена на русский язык. Вот действительно неожиданно, не скажешь, что под такой обложкой скрывается такая замечательная книга. Наверное, она мне понравилась больше всего из серии про «Виновата что-то». Но она выходит в другой редакции издательства АСТ, поэтому этим и можно объяснить, что, в принципе, начинка здесь совершенно другая. Мой абсолютный фаворит начала декабря — это «Обещание» Стефана Цфейга. Здесь собраны три его новеллы, «Обещание», собственно, «Амок» и «Письмо незнакомки». «Амок» и «Письмо незнакомки» понравились мне больше всего. Я добавила их в самые любимые книги этого года. И вы их ещё увидите в конце декабря месяца. Я обязательно буду рассказывать про самые классные книги прошедшего года. Но давайте поговорим пока об этом сборнике. Я уже начинаю забывать постепенно, я читаю так много современной литературы, я начинаю забывать, как легко порой читается классика. И как она может читаться быстрее и с большим энтузиазмом, нежели некоторые современные книги. Поэтому для меня современная литература — это своего рода некий вызов самой себе, тогда как такие вещи можно читать буквально за два дня с огромнейшим упоением. Стефан Цфейг пишет в основном про женщин. Несмотря на то, что главный герой у него часто мужчина, но я чувствую, как будто он очень много внимания обращает на женскую душу, на женскую сущность. А «Мок» просто потряс моё воображение, эта повесть, эта новелла, она говорит о мужчине, враче, к которому обратилась женщина, которая хотела сделать аборт. Ну, то есть, очень интересная история. Как она закончилась, это просто эпично. Несмотря на то, что истории сами по себе очень маленькие, этот сборник написан достаточно крупным шрифтом, я точно поняла, что я хочу ещё Стефана Цфейга определённо и как можно скорее. Ещё один абсолютный фаворит начала декабря, который также вошёл в список моих самых любимых книг этого года, это «Риф или там, где разбивается счастье» Эдит Вортон. Уже вторая книга, прочитанная мной у Эдит Вортон, и если после первой я сомневалась, стоит ли ещё что-то покупать у этой писательницы, то теперь я понимаю, что я тоже хочу у неё просто читать всё подряд. Настолько это мой автор по духу. Я рада, что я не стала смотреть какие-то оценки и реценции до того, как начала читать эту книгу, потому что там достаточно много не самых приятных слов об этой книге. Но мне она очень понравилась. Эдит Вортон пишет о неправильных отношениях. У него было это и в «Эпохе невинности», это есть и в «Рифе», какие-то проблемы внутри супругов или вне брака. Как получается, что одно недоразумение может испортить целую жизнь? Что в реальности, что в дальнейшем выбирают герои? И я очень рада, что здесь концовка относительно счастливая. Я не скажу, что здесь какой-то прям конкретный финал, он скорее более открытый, но, тем не менее, концовка меня очень удовлетворила, потому что я в последнее время что-то с ума схожу от плохих концовок. Но здесь она абсолютно классная. Мужской персонаж здесь, он омерзительный, он отвратительный. По-моему, все мужчины у Эдит Вортон, они просто мерзкие. Но, тем не менее, это не делает его плохим человеком. То есть, может, персонаж он неприятный, но человек он абсолютно нормальный, он также совершает ошибки, у него также есть какие-то порыны стремления к доброте, водители, и он также способен на какие-то обычные человеческие чувства. Как мы видим, даже по обложке здесь задействованы две женщины и мужчина. И как будет разворачиваться событие? Боже мой! Когда я читала, я думала, ну, пожалуйста, просто забудьте о прошлом, просто забудьте о том, что было, и смотрите в будущее. Но как некоторые люди любят вот это обсуждать? Давай обсудим, что было. Давай обсудим это, давай обсудим то, и в итоге это провоцирует какие-то новые проблемы и конфликты. Странная человеческая сущность, действительно странная. Но эта книга мне очень понравилась. Идём дальше. Ну, а это было всё. Это была последняя книга. Надеюсь, мы с вами ещё успеем встретиться в декабре. Несмотря на мою жутчайшую загруженность, я очень надеюсь, что я ещё успею что-нибудь снять и выложить. И на сегодня это всё. Я всегда ваша. Пока. Надо было помахать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова